Почту можно назвать одним из первых источников связи. Она появилась раньше телеграфа, телефона и интернета. Потребность передачи и получения сообщений была всегда. Почта объединила города и страны. Многие люди и сегодня предпочитают пользоваться ее услугами. Ежегодно работники почты в крае принимают, обрабатывают и доставляют более 100 миллионов писем. Сортировка корреспонденции именно так традиционно начинается рабочий день почтальона Ирины Высочиновой. На почту поступает много корреспонденций. Сейчас мы разберем ее по моему участку и понесем в доставку. Первым делом в сумку складываются письма, квитанции и свежие газеты. Почтальоны городских отделений проходят по территории своих участков по несколько километров в день за несколько часов. Они лучше всех знают истинный вес печатного слова. Но увеличение веса корреспонденции за счет поздравительных открыток в канун праздников их не огорчает. Каждый день вес сумки около 3 килограмм. Пока вот это я все разложу, разнесу, вес уменьшается и идти обратно гораздо легче. Остаток рабочего дня Ирина проводит в почтовом отделении, отчитываясь за заказные письма. За 10 лет работы почтальонам она уже привыкла слышать, что электронная почта скоро оставит обычную без работы. Но, по ее мнению, такого не произойдет. Иначе как объяснить, что при обилии электронных гаджетов за прошедший месяц она доставила сотни традиционных бумажных писем? Ты ходишь, узнаешь людей, общаешься с ними, они делятся. Молодые новости читают в интернете, но все равно, когда они отслеживают свою посылку или письмо, они смотрят в интернете и по-любому идут на почту. А там уже они покупают ту же самую газету, которую уже прочитали утром. Почта не сжила себя и останется, она будет меньше писать, будут меньше читать, но она будет. В преддверии профессионального праздника сотрудники почты, в числе которых руководители отделений, специалисты, водители и те, кто непосредственно доставляет долгожданные письма, в стенах городской администрации были награждены грамотами и благодарственными письмами. Поздравление от главы Сочи озвучил заместитель мэра Сергей Юрин. Пусть нам чаще приходят письма, в которых будет только добро, счастье и любовь, а посылки будут наполнены только благополучием и радостью. Ваш труд неоценим. Спасибо вам за то, что работаете для нас. С праздником! В век интернета, нанотехнологии, покорение космического пространства, День почтальона, на первый взгляд, может показаться немного архаичным праздником. Высокие технологии остаются, но и безверной надежной почты нам всем реальным и виртуальным никак не обойтись.